С начала 2017 года в России начинают действовать новые законы, которые касаются жизни многих россиян. Речь идет о нововведениях в пенсионном и медицинском обеспечении, социальных выплатах, изменениях в системе образования, налогообложения, приватизации и регистрации недвижимости. Одно из нововведений затрагивает налоговое законодательство. С 1 января этого года страховые взносы переводятся в Федеральную налоговую службу. Теперь это будет единый социально-страховой сбор. Таким образом, налоговая инспекция будет проверять страхователей и заниматься распределением полученных средств. Это позволит повысить собираемость налогов и упростит процедуру для плательщиков. С 1 марта 2017 года отменяется бесплатная приватизация жилья. Этот законопроект был одобрен Госдумой. Его действия распространяются на тех, кто получил квартиру в прошлом году, но не успел приватизировать. Право на бесплатную приватизацию после 1 марта 2017 года имеют только дети-сироты, жители Крыма и те, кто подал заявку на приватизацию ранее 2005 года. С начала этого года в квитанциях за содержание жилого помещения появится строка «Оплата общедомовых нужд в многоквартирных домах». Первоначально её планировали включить в платежи ещё в апреле того года, но приняли решение о переносе на начало 2017 года. Закон о выплате материнского капитала, принятый в 2007 году и рассчитанный на 10 лет, продолжит действовать вплоть до конца декабря 2018 года. В новом году будут внесены изменения в использовании сертификатов, которые разрешено использовать для покупки товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. Кстати, с 2017 года сертификат будут выдавать как в бумажном, так и в электронном видах. Сумма выплаты составит 453 тысячи рублей. С 2017 года начинается повсеместная выдача электронных больничных листов. Эти листы нетрудоспособности будут иметь такую же силу, что и бумажные. Заполняться электронные больничные будут при помощи автоматизированной информационной системы, а заверяться электронной подписью уполномоченных для этого лиц. Это нововведение позволит свести к минимуму передвижение пациентов по медицинским учреждениям, что позволит им раньше вернуться на работу. Особого внимания заслуживает нововведение в ГИБДД. Они коснулись удорожания обязательного страхового полиса ОСАГО. Его цена будет зависеть от числа нарушений. Если их очень много, то цена увеличится примерно в три раза. Более того, изменится стоимость пошлины за выдачу водительских удостоверений. При этом отменят имущественный налог на наличие транспортных средств для предприятий. Согласно новым поправкам в законодательстве, детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сидении автомобиля можно будет перевозить как в специальных удерживающих креслах, так и без них, но с использованием ремней безопасности. При перевозке детей на переднем сидении автомобиля удерживающее кресло обязательно. В середине января этого года должники, у которых долг превысит 10 тысяч рублей, будут временно лишать водительских прав. Согласно нововведению, судебные приставы смогут вводить ограничения на управление автомобилем шести категориям граждан. Это коснется неплательщиков алиментов, не возместивших ущерб здоровью или ущерб по потере кормильцев, должникам, причинившим ущерб преступлениям, нарушителям дорожного движения и лицам, уклоняющимся от общения с ребенком по решению суда. Продолжение следует...